Эволюционная и эволюционная генетика в XX веке развивалась в условиях обстрого дефицита данных. Была развернута большая хорошая теория, но при этом данных о том, как именно были устроены гены, было очень-очень мало. И в таких условиях приходилось вводить какую-то аксиоматику, делать какие-то предположения, чтобы двигаться дальше в теории. Важное предположение, которое делалось и на котором основана большая часть теории, это предположение о том, что мутации в разных генах действуют независимо друг от друга. Это очень облегчает эволюционно-генетическое моделирование. Тогда вы, например, когда рассчитываете изменение частоты какого-то аллеля в популяции, вам не обязательно думать о том, как он сцеплен с кучей других аллелей в куче других генов. И то, насколько это предположение верно, вообще говоря, на теорию сильно влияет. И были большие споры на эту тему. Были Рональд Фишер и Джек Холдейн, значит, основные генетики, которые говорили, что вот это предположение, скорее всего, верно. И были Эрнст Майер и Сьюэл Райт, которые их активно критиковали, называя генетиками мешка с бобами. Говорили, что вот они думают, что признаки это такой, как такие, как бобы разноцветные в мешке, и они все, можно их из этого мешка вытаскивать независимо. Если перемотать вперед на начало 21 века, теперь мы знаем гораздо больше. У нас есть полные геномы, от большого числа организмов. Можем ли мы исследовать в взаимодействии, такие вот взаимодействия между мутациями? Сколько их, насколько они чисты? Вопрос имеет, опять-таки, в том числе и прикладной интерес. Допустим, я прихожу к врачу, врач видит у меня мутацию и говорит, что мое генетическое заболевание вызвано этой мутацией. Нужно ли при этом врачу смотреть на весь мой геном и просчитывать взаимодействие между этой мутацией со всеми другими генами в моем геноме? Говорить, что если у меня вообще-то в этом локусе стоит B, а не A, скорее всего, этот аллель вызывает такое заболевание, достаточно ли ему только этой информации или ему нужно смотреть на то, стоит ли C или D в каком-то другом локусе? Давайте возьмем какой-нибудь признак фенотипа, с которым легко работать. Эволюционные генетики любят, вообще признаков фенотипа очень много, эволюционные генетики любят работать с приспособленностью. Это как бы такое одно число, суммарное, ну там, ожидаемое число потомков, которое произойдет особь за свое поколение, которое является как бы такой интегрирующей характеристикой многих разных свойств генотипа, того, насколько это очень хорошее. И вот давайте посмотрим, как приспособленность зависит от генотипа. Можем ли мы составить полное отображение всех возможных генотипов на приспособленность? Это отображение в эволюционной генетике называется адаптивная поверхность, адаптивный ландшафт или поверхность приспособленности. Проблема в том, что возможных генотипов очень много. Если мы возьмем один единственный белок, в нем одну единственную аминокислоту, существует 20 возможных аминокислот, 20 возможных вариантов, которые можно туда поставить. Если мы возьмем 2 аминокислотных сайта, то существует уже 20 возможных вариантов в первом сайте, и на каждой из них 20 возможных вариантов во втором сайте. Итого 20 в квадрате 400 возможных вариантов. Если мы берем белок длиной N, допустим, 500, характерная длина его кариотического генома, это уже 20 в пятисотой степени разных вариантов, то есть число совершенно колоссальное. Назвать такое число астрономическим будет сильной недооценкой, потому что в астрономии таких чисел не бывает. И такое количество вариантов мы ни в каком эксперименте никогда в жизни не переберем, даже для одного белка, еще не замахиваясь на целый геном. Что здесь можно делать? Ну, можно как-то смотреть на приспособленности части этих вариантов. Например, в 2015 году вышла работа, в которой изменяли 4 разные аминокислоты у некоторого белка, вставляли все возможные аминокислоты в 4 разных сайта и смотрели все возможные комбинации. Это 160 тысяч комбинаций, огромная работа, но тем не менее осуществимая. По этим четырем сайтом оказалось, что взаимодействий довольно много. То есть для эффекта аминокислотной замены в первом сайте важно то, какая именно аминокислота стоит во втором сайте. Дальше можно брать уже существующие белки и их мутировать, изменяя разные аминокислоты, в каких попало сайтах. Тогда получается, что мы как бы смотрим тоже часть этого пространства, но часть этого пространства очень близкую к нашему белку дикого типа. Что-то тоже можем понять про этот ландшафт приспособленности. И то, и другое, как ясно, дает нам картину неполную. Как я сказал, ни в каком эксперименте перебрать 20 в степени, 20 в 500 степени вариантов мы никогда в жизни не сможем. Что здесь можно делать? Можно пытаться смотреть на один единственный аминокислотный сайт, смиряться с тем, что мы не знаем взаимодействия этого аминокислотного сайта со всем остальным геномом, и смотреть на то, как изменяется со временем в ходе эволюции, то, какие аминокислоты в этом сайте разрешены, какие запрещены. То есть вот есть аминокислотный сайт со своими собственными предпочтениями. Он сам знает, что такое хорошо и что такое плохо. Мы можем смотреть на то, как эти предпочтения изменяются со временем. Если у нас чистые взаимодействия, то в результате того, что у нас будут изменения в других частях генома, предпочтения в этом сайте тоже будут изменяться. Эти предпочтения могут изменяться также и по другим причинам. Например, из-за того, что у нас изменяются условия среды. Такие вот взаимодействия между генами называются эпистатическими или эпистазом. Это более широкое использование термина эпистаза, чем то, которое было распространено в классической генетике. И здесь на помощь приходит эволюционный генетический анализ, потому что у нас есть результаты колоссального естественного природного эксперимента, который продолжался 3,5 миллиарда лет с момента возникновения жизни на Земле, в ходе которого все аминокислотные сайты во всех белках как-то эволюционировали. И мы можем восстанавливать, идя назад по времени, восстанавливать эту эволюцию, реконструировать то, какие аминокислоты на какие замещались. Сейчас мы можем делать уже это с огромными эволюционными деревьями, включающими там тысячи различных видов, и смотреть, например, на то, как менялись предпочтения вот в таком анализе. Например, мы можем взять дерево насекомых и взять дерево позвоночных животных, и посмотреть на ортологичные белки, то есть на те белки, которые есть и в той, и в другой группе видов, и увидеть, что в насекомых более распространены замены на аланин в какой-то позиции, позиции 236, а в той же самой позиции 236 у позвоночных более распространены замены на пролин. Это значит, что предпочтение этого аминокислотного сайта между этими двумя большими группами видов изменились. То есть мы фактически смотрим на такой тонкий срез адаптивного ландшафта, на адаптивный ландшафт одного сайта. Вообще говоря, даже сам тот факт, что эволюция, адаптивная эволюция продолжается уже в течение 3,5 миллиардов лет, означает, что эти предпочтения в каждом конкретном сайте меняются, иначе бы все уже устаканилось, иначе бы каждый конкретный сайт уже был бы занят той аминокислотой, которая в нем была бы оптимальна, и эволюция в каком-то смысле бы прекратилась. То, что эволюция, в том числе эволюция под действием естественного положительного отбора все еще продолжается, это само по себе свидетельствует о том, что такие вот сайт-специфические адаптивные ландшафты продолжают меняться. Есть и другие способы, которыми мы можем искать взаимодействие между сайтами. Например, мы можем заметить, что замены в каком-то одном сайте всегда влекут за собой замены в другом сайте, причем эти два сайта могут быть расположены вблизи в белке или же даже далеко друг от друга в белке. Тогда, если мы такое наблюдаем в эволюции, мы сразу можем автоматически сделать вывод, что эти два сайта эпистетически взаимодействуют. То есть первая замена разрешает каким-то образом замены во втором сайте. Дальше вот изучая, как я говорил, то изменение того, что такое хорошо и что такое плохо в каждом конкретном сайте, мы можем много всего узнать. Этот подход похож на то, как в физике люди используют модель среднего поля. То есть, когда у нас очень много сложных взаимодействий, мы не знаем, какие... мы не можем посчитать все эти взаимодействия, мы не можем перечислить все пары взаимодействующих частиц. Мы считаем, что отдельный сайт погружен в такое поле, которое на него действует. Не учитывая все эти взаимодействия, мы смотрим, как, значит, это поле влияет на свойства этого сайта. И вот такой же подход мы, собственно, используем, когда делаем срезы адаптивного ландшафта по одному сайту. Те данные, которые мы сейчас получаем на эту тему, они довольно предварительные. Но, тем не менее, если они подтвердятся, то они дают основания полагать, что изменения вот этого сайта специфического адаптивного ландшафта, они достаточно быстрые. Что такое хорошо, что такое плохо в каждом аминокислотном сайте меняется со скоростью, сопоставимой со скоростью эволюции. То есть замес за время, которое требуется для того, чтобы в среднем сайте случилась аминокислотная замена, вот этот адаптивный ландшафт также успевает измениться насколько-то. И это означает, что вот простые модели синтетической теории эволюции, простые популяционно-генетические модели 20 века, они верны микроскопически, но они будут неверны, если их экстраполировать на более долгие времена. То есть мы можем по-прежнему думать про динамику каждого конкретного аллельного замещания, но для того, чтобы понимать, как будет устроена эволюция в условиях таких сложных и динамически меняющихся адаптивных ландшафтах, нам нужна новая теория. Этой теории сейчас не существует, она только зарождается. Аплодисменты